Добрый-добрый день, уважаемые зрители моего канала! Мои утятки посмотрите, как подросли за недельку. Места в брудере уже им не хватает, поэтому я приняла решение перенести их к цыплятам, которые подрастают у меня. Отдельно от кур сидят. Туда же помещу утяток и попробую снять с гнезда утку, который продолжает высиживать яйца. Я вчера просветила яйца под ней, все яйца не живые. То есть то, что должно вывестись, уже вывелось. И вот перед нами стоят вот такие подрощенные, хорошо подрощенные, тяжеленькие. Посмотрим, здесь развитие событий, какое я предполагаю. Или же утка примет утят, пойдет к ним и будет с ними там и находиться. То есть на ночь они будут под нее прятаться, будет их там водить туда-сюда, кормить, поить. Или же утка будет пробовать вернуться на гнездо, что скорее всего. Что я в этой ситуации буду делать? Естественно, утку я все равно оставлю закрытую вместе с утятами и цыплятами на пару дней. Пару дней, конечно же, уточка будет пытаться вернуться на свое место, насиживание к своим яйцам. Вот. Но ничего страшного, через пару дней она уже будет гораздо спокойней. И, в общем-то, уже перестанет стремиться насиживать. Будет, скорее всего, просто гулять. Утята, возможно, она не примет. Такое бывает. Все зависит от самой утки. Есть утки, которые принимают все и всех. Есть утки, которые не принимают. Но площадь там большая. Я не переживаю, что если даже утка их не примет, она их не уничтожит, то есть не уничтожит, у них будет место, куда спрятаться и затеряться среди цыплят. Ну, в общем-то, что? У меня корзинка на готове. Вот она. Сейчас я в нее пересаживаю утят. И пошли посмотрим, куда мы их будем помещать. Так, утяточек я принесла. Но утку пока не буду сегодня сюда пересаживать, потому что почему-то себя очень нервно поверят цыплята. Они все сгруппировались, испугались они утят. Поэтому пускай до завтра они побудут здесь одни с утятами вместе, а завтра уже попробую тогда снять утку из гнезда и сюда ее переселить. Потому что сидеть ей там нечего, силы терять ни к чему. Утяты гораздо смелее, чем цыплята. Хотя цыплятки подрущены. Смотрите, как они. Так, вот начали расхаживаться. Ну, неважно. Я боюсь, что утка начнет здесь права качать или начнет нервничать, рваться наоборот в гнездо. И еще больше разнервирует цыплят. Поэтому нежелательно сейчас их трогать. Пускай они придут в себя. Вот, ребят, смотрю. Смотрю каждый раз, когда я вывожу для себя цыплят. Ну, мне кажется, еще прям одни петухи. Хотя, казалось бы, да? Как так? Так, много петухов и михеленок много. Я смотрю, и кученки из двух цыплят, один петушок. Брессы, петушки. В общем, не всегда вам попадается много петушков. Себе точно так же. Так, утята ведут себя смело. Уже нашли там какую-то соломку. Пробуют ее на вкус. До этого они у меня были на ПК-5. Ну, это и так и должно быть. Им еще нет месяца, конечно же. Им всего лишь неделька. Самый активный рост, это, конечно, ПК-5. Что-то там перья. Уже все подряд у них там идет вход. Вот, играют. Что-то там нашли, перышко какое-то из-под утки. В общем, у утят все гораздо веселее. Нежели у цыпляточек. Ладно. Завтра подсажу уточку. Досниму это видео. Так. Досниму это видео. И тогда уже его буду выкладывать. На данный момент у них ПК-6. Сейчас увеличим. Так, ПК-6. Здесь ПК-6. А вот в том ящике ПК-5. Вон мешочек. Мешочек с кором лежит. И обязательно уже добавляю зерносмесь, дробленку. Так, ну все. Все, ребятки, я пошла дальше заниматься своими делами. Не прощаюсь. Так, друзья. Ну, утка, как я и предполагала, не приняла утят, естественно. Они уже слишком большие. Поэтому утятки остаются здесь вместе с цыплятами. Утку я пересадила подальше от гнезда, чтобы она уже все приходила в себя. Забывала про то, что ей надо что-то высиживать. Мне нужно, конечно, чтобы она перед зимой набралась сил, погуляла по травке. В общем-то, не была такая истощенная, как сейчас, в данный момент. Так, ну, показываю цыпляток. Видите, да? Цыплятки все в хорошем состоянии, как я уже говорила в предыдущем отрезке. Сейчас, в данный момент, пока 6 размол, тоже говорила. Пьют воду раз в месяц, даю витамин чектоник. И, в общем-то, в таком духе они у меня будут дальше подрастать. Вечером включаю красную лампу, и они вот сюда, вот под красную лампу, все высаживаются. Все, меня просто просили про утят сказать, про выращивание осеннее и зимнее время. Следите дальше за каналом, буду показывать, как идет развитие, чем кормлю, чем пою и так далее. Все, вам доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok